И всем привет, ребят! С вами Сторваник, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору нового обновленного корпуса Хоппер. Давным-давно я на нем уже не играл. И у нас буквально где-то неделю, может полторы назад, были изменения с этим замечательным корпусом. Сегодня затестируем его, посмотрим, что он показывает на данный период времени в матчмейкинге. Ну и я надеюсь на то, что он меня приятно удивит. Не знаю, правда, сколько мы боев вместе с вами сыграем. По режимам я думаю, что это точно регби и точно CTF. Если получится сыграть два боя и они будут два досрочных, это будет вообще идеально. Если же сейчас мы сыграем первую катку и она будет фуловая 15-минутная, то я думаю, что вторую мы уже катать не будем. Поэтому разберемся по ситуации. По Хопперу, что же у нас сделали? С овердрайвом теперь полет стал больше. Стал более надежный, но все равно корпус может очень и очень легко переворачиваться. Плюс там еще какие-то были дополнительные изменения. Я так вкратце, можно так сказать, читал, да, особо сильно не акцентировал на этом внимание. Поэтому посмотрим уже не в теории, а на практике, что же на самом деле произошло с нашим замечательным корпусом. И посмотрим, насколько много я буду переворачиваться на нем. Вы знаете, что сейчас паладин, крусейдер, да и вообще любой летающий корпус стал очень легко переворачиваемый. Поэтому надеюсь на то, что у меня получится на этом корпусе не минусоваться 24 на 7, делать доставочки и реализовывать его. Ну и заодно мы уже с вами придем, сделаем вердикт. Сейчас я чуть-чуть потише сделаю громкость, что-то у меня в танках большая громкость. Сделаем вердикт, решим, актуален ли сейчас Хоппер, есть ли смысл вообще на нем играть и можно ли его хоть как-то пытаться реализовывать. Пока что первая доставка залетела, залетел очень просто. Все так же этот корпус является очень быстрым. Славкачом его можно за счет этой большой скорости неплохо реализовывать. Пушку я взял Твинс, по сути что-то вроде ближнебойной пушки, только у вас есть возможность наносить побольше урона. И плюс еще средняя какая-то дистанция тоже будет залетать по оппоненту. Ну и вообще сейчас Твинс с стабилизированной плазмой, я считаю, что очень и очень хороший, как альтернативный вариант или как вооружение под корпус Хоппера. Я считаю, что это очень неплохая комбиночка. Так, было бы неплохо сейчас бы подобрать как-то мячик и попробовать реализовать овердайв. По овердайву Хоппера сделали большее время оглушения, поджог, я так понимаю, остался такой же, как и был раньше у нас. Ну и эффект Эмми, насколько он там работает, долго по времени я, честно вам сказать, не смогу, потому что я не знаю. Но в общем и целом овердайв какой-то такой более интересный стал, да, то есть за счет большей оглушки. Но нужно понимать, что как бы корпус легко переворачивается, да, но пока, кстати, я еще ни разу в минус не упал. Посмотрим, где я здесь буду падать. По идее, наверное, если играть с саевого и особо не прыгать ниоткуда. Вот еще интересно посмотреть, как будет с овердрайвом, да. То есть с овердрайвом можно как-то вылететь хорошо. А, ну вот долгий заряд овера, это, конечно, такое себе. Но зато двух молодых людей, которые были за мной, я, по идее, оглушил, оглушил, Эмми накинул и еще и поджег. Так, будет неплохо сейчас забрать этот овер. Хорошо, кэшбэкнул себе овердрайв, который, можно так сказать, неудачно прожал. Так, теперь было бы неплохо подобрать еще раз мяч. Единственный минус это то, что вот сейчас все эти овердрайвы и хоппер овердрайв в том числе очень долго разогревается, да. То есть надо жать заранее, вот, например, сейчас в подъеме будем выпрыгивать, попробуем прожать. Ой, и нифига себе, летит жестко. Ну еще бы такую пушку, которая стабилизирует как-то. Твинс может быть не самый лучший вариант, но вылетает очень сильно. Очень серьезно летит наш хопперочек. Доставочка хорошая, доставочка хорошая, очень даже неплохая. Поэтому будем стараться сейчас выигрывать. Будем стараться выигрывать. Так, пытаемся накидывать урон. Стараемся накидывать урон. Еще, еще, вот сюда покидать надо. Молодые люди не хотят подбирать, хотят аккуратненько, знаете, сыграть. Их с аккуратной игрой ничего не получается. Я просто их на расстоянии держу за счет своего супер-мега-крутого корпуса. Так, на урончик я неплохой накинул. Единственное то, что мне сейчас КД будет уже расходки. Ой, хорошо проходим, великолепно. Это уже третья доставка. И по устройству у меня на корпус АТЭМи вообще стоит. Если утяжеление дать, ну, наверное, утяжеление не стоит. 355 очков. Неплохо, неплохо. Три доставочки уже сделал. Три доставочки есть. Три доставочки есть. Давайте пробовать. Еще одну. Вот эта скорость, конечно, очень приятная у хопера. Скорость очень приятная. Единственное то, что тебе надо только очень аккуратно двигаться. Хотя нет теперь такой возможности, как раньше. Летать по подъемам там. Здесь надо более, более внимательно все делать. Более аккуратно и более внимательно. Ну и полет. С овердрайвом, конечно, полетик. Прыжочек он такой. Очень неуверенный, если честно. Очень неуверенный. Успеваю? Да, вроде успел. Отлично. Супер. Главное, чтобы никто по вам не стрельнул в момент полета. Если кто-то стрельнет, то все, Габбелла сразу уехал. Сразу уехал. Но торпеда пока что себя очень неплохо реализовывает. Четыре доставки я уже оформил в такой катке. Нравится мне пока что, что происходит. Здесь только аккуратно не минусануться. Пробуем сейчас, может быть, даже в полете забрать. Шапочки снять. Ну нет, шапочки не снимал. Не подъезжал. На подборчик. 4-1. 4-1. Ну, в принципе, неплохой счет. Если мы сейчас еще досрочку успеем быстренько сделать. Потом пойдем в CTF и посмотрим. В CTF я знаю, что есть ребята, которые играют сейчас уже на хоперах. И вроде как они неплохо себя показывают. Да, встречал я таких молодых людей. Ну, посмотрим уже сами, каково это реализовывать хопера. Ну, понятное дело, что если сравнивать с паладином, то паладин смотрится интереснее. Это 100%. Да, может быть, в катках, где нету противника, где можно быстро доставлять хопер нормальный. Но паладин все равно сейчас более серьезный. Более серьезный. Даже с тем, что у него есть возможность легко перевернуться. Он все равно очень и очень круто за счет своего овердрайва может реализоваться. Наверное, сказать правильнее так. Может реализоваться, да. Так, пробуем. Ой, не успел уехать. Надо было мячку скинуть вперед. То есть сейчас противник может доставить. Надеюсь, что они не поставят. 72% овердрайва. Овердрайв, кстати, по времени копится, я так понимаю, 180, наверное, секунд. Да, как и было раньше. Вряд ли что-то с этим поменялось. Так, наш тиммейт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, сейчас был неудачный, если честно. Хорошо, здесь противник не по правильной траектории поехал. Так, слева там вроде кто-то был. А он меня не видит. Это хорошо. 90%. Ой-ой-ой, только не ваншот, братик. Он промазал? Да, вроде как промазал. Так, пробуем сюда. И попробуем вылететь, может. Ой, боже, как глупо было. А-а-а, эти ж... Ох уж этот... Ох уж этот тайминг в виде одной секунды. Как же он меня сейчас заруинил, этот овердрайв. Это ужас. Забыл я в моменте, что это себе одна секунда. Нужно всегда помнить про неё. Нужно всегда помнить про эту одну секунду. Иначе может происходить вот такая вот ситуация. С очень профессиональной реализацией овердрайва. Ну и такое бывает. И такое бывает. Так, 4-1. 4-1. Пробуем сейчас через центре как-нибудь тушануть. Прикроем тиммейта. Ну нет, у меня овера. Мяч, 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 мяч. А, понял. А где мяч? А, мяч вообще на стенке остался. Прикольно. Пробуем. За счёт скорости влетаем. Шикарно. Доставочка есть. Блин, ну лак неприятный, конечно. 5-1. 5-1. Карта, кстати, ну вот, например, условно, даже для того же Мамонта очень комфортная. Даже для того же Мамонта. Здесь, например, на Мамонте можно было бы тоже хорошо погонять. Небольшая. Хоппер здесь особо... Ну не сказать, что прям сильно нужен. Ради быстрых этих доставок. Да, как раньше, если... Как мы летали на этих хопперах, альтернативы, когда было очень мало. То это да. То... Блин, офигеть. Вот так вот может просто заблочить и всё. А как это я не прошёл сквозь? Как это я не пролетел мимо него, этого молодого человека? Как это он меня смог заблочить? По идее, у меня скорости хватало, чтобы... Чтобы пролететь незаметно. Ну, заблокировали меня, получается. Успеваю доставить? Да, успеваю. Блин, вот скорость очень приятная, словко о чём. Очень приятная на хоппере. Мне нравится, насколько быстро летит этот замечательный корпус. Единственное только то, что... Аккуратности надо много. Аккуратности и овердрайв сам по себе... Ну не сказать, что он прям крутой. Да, то есть в реализации теперь... Он уже не тот самый легендарный оверхоппера. Который был когда-то. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот это я попал сейчас под хантера. Неприятненько попал. Вот и, кстати, для таких моментов нужен... Иммунитет от оглушения. Чтобы не оглушал вас никто. Чтобы вы вылетали в такой ситуации. Давно я уже не встречал хантеров. Которые ещё и в тайминг так могут прожать овердрайв. Поэтому можно так сказать, что я не был к этому готов. Так, ну ладно. Всё равно пробуем доставлять. Траектория вроде как у нас есть хорошенькая. И тайминг тоже шикарный. Доставочка есть. 7 мячей доставили. 780 очков заработали. Ну неплохо. 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 Но здесь, наверное, по большей части всё равно. Это не заслуга хопера. Да, где-то быстрая скорость даёт хорошую возможность на доставку. Но, как таковых, хороших реализаций овердрайвов было очень мало. Соответственно, условный васп или даже тот же хорёк может быть также очень-очень эффективен. Поэтому, ну, хопер пока что спорно. Пока что спорно. О, у меня критическая ошибка. Нифига себе давно у меня на видосах не было критов. Ладно. Обновляемся быстренько. Быстренько обновляемся. Ну и надеемся на то, что сейчас у нас получится залететь неплохо на новообновлённом хоперочке. Но пока всё равно, как бы, да. Его как бы занерфили жёстко. Потом теперь сейчас чуть приподняли. Но я бы не сказал, что он крутой. Да, то есть пока что вот по первой катке я бы не сказал, что он крутой. Да, он лучше, но не такой корпус, на котором стоит играть. Да, то есть сейчас в моей мете немножечко другие корпуса в приоритете. Но мы всё равно пробуем. Смотрим, что у нас сейчас будет получаться. А потом уже будем делать после этого боя наш окончательный вердикт. Так. Мейт подбирает. Пытается улетать. Страхуем. Наверное, его лучше не. Да, я думаю, что лучше мы подстрахуем его. Так, 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 так. Тише, 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 тише. А, мне нравится то, что вот это. Хопера Твинс. Вот эта комбинация мне очень нравится. Здесь за счёт того, что ты можешь дистанцию очень уверенно держать. Реализуются очень хорошие моменты. Очень хорошие моменты реализуются. Мне нравится. Так. Ну вот то, что я не могу пролететь. Даже на хорошей скорости. Вот это, конечно, мне не может нравиться. И мы уже, походу, сейчас будем улетать 0.2. Походу, будем улетать 0.2. Наши тиммейты выходят. Играть никто не хочет за нас. Хотя у меня тут уже... И... С друзей молодой человек играет. О, кстати. Вот и он. Давайте попробуем сейчас доставить. Ананаса подстрахуем. Ананас подстраховываем. Хорошо. Ой, от штока до штока, что ли? От штока до штока. А, нет. Или да. Да, от штока до штока. Легчайшая доставочка от штока до штока. Овердрайв у меня есть. Теперь его было бы неплохо реализовать. Но меня Тесла сливает. Попробуем сейчас поймать тайминг. На залет. У нас, кстати, уже тиммейт увозят. Неплохо. Неплохо! Доставочку. Хорошо. Супер. Так, а вот теперь надо как-то уже влетать. Надо уже как-то влетать. Вот так вот. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Офигеть. Не, ну вот вам, в принципе... А вот вам, в принципе, весь овердрайв хопера. Как говорится, во всей красе. А это одна секунда очень сильно нерфит хопера. Очень сильно нерфит хопера. За счет того, что ты можешь сразу же знать, когда он будет его прожимать. И, ну, не только... Ну, не только хопера этот овердрайва... Ну, этот не сейв даже, а вот запуск, да? Запуск. Занерфил. Да, того же, например, викинга. Тоже очень сильно чувствуется этот нерф. Ну, хантер, ладно. Хантер по дефолту там имел, да? Хорек. Тоже поднерфился. Ну, хопер сильно чувствуется. Чувствуется сразу вот этот тот моментик. Когда ты не можешь реализовать его. Ну, ладно. Сейчас еще у нас овердрайв будет. Попробуем. Может быть, сейчас будет какая-нибудь возможность реализации нашего замечательного овердрайва. Ой-ой-ой. Еще фриз с подавлением? Офигеть. У меня нету фриза с подавлением. Легенд уже обычных матчмейкинговых есть. Фризы с подавлением. Грустно мне, если честно, понимать, что у нас такие... Такие устройства уже у большого количества игроков есть. А у меня его до сих пор нету. Грустновато. Так, доставочка будет? А, уже даже не то, что доставочка. Еще и конвейер сверху есть. Но там, походу, молодого вернут. Да. Если у него возвращают, то что мы делаем? Мы прыгаем. Стопим молодого, который был сзади меня. Доставочку оформляем. Но все равно, видите, за счет опять же этой одной секунды, что произошло? Фрис успел мне накидуть подаву и сбить нетру с ловкача. То есть, очередной момент, при котором раньше, например, бы данный молодой человек ничего не смог бы сделать. Я бы просто выпрыгивал без этой задержки. Он сразу бы стопился. И все. Без шансов стопился молодой чел. И я бы делал доставку. Сейчас, за счет этой одной замечательной секунды, он мне еще успевает сбить подаву и нетру. Да, то есть, ну такой себе момент неприятный. Так, меня сейчас, скорее всего, сольют. Наш тиммейт. Нашего тиммейта тоже. Рисовод там овердрайв прожал. Да. Доставят. Нет, не доставят. Еще одна попытка. Еще одна попыточка. Давай, 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 молодой. Разворотик. И доставочка. Есть победа. Ну, что я могу сказать, бойцы? Что я могу сказать? Овердрайв хопера бустанулся за счет большего полета. Ну, не сказать, что он очень сильный. Да. Но есть. Виден, виден, виден вот этот замечательный прыжочек. А так, по сути, обновление, которое дало одну дополнительную секунду на запуск, она нерфит. Нерфит. Еще сильнее, как бы, хопер. Да, то есть, по сути, ничего хорошего в этом корпусе я не вижу. Да, с ним можно играть. Да, его можно реализовывать. Но вы будете реализовывать его как просто обычный легкий корпус, а не корпус, у которого есть овердрайв, и который за счет этого овердрайва может дать дополнительный буст. Из, я думаю, 10 овердрайвов, 2 в среднем, 2-3 у вас будет нормальных овердрайва, которые прям четкие, бомбические. Все остальное это будет так, типа, там, овердрайв, который так себе реализован, либо вам будет сбивать расходку, либо вам будет сбивать овер, либо еще что-то будет происходить, либо вы будете падать в минус. И, по сути, у вас, ну, вот, будет где-нибудь там 3 овердрайва из 10 реализованных. Соответственно, это очень мало. И, если бы я, например, рассматривал легкие корпуса, тогда бы я лучше отдавал бы предпочтение васпу, играл бы на нем, имел бы бомбу, которая может в тайминг очень жестко ворваться, взорваться. И плюс у вас была бы такая же, как бы, скорость, да, то есть только у вас реализация овердрайвов могла бы быть жестче. Да, и условно вот на том же регби, на том же CTF, я думаю, что пользы было бы от вас побольше. Поэтому как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу Хоппера, если играли на нем. Пишите, насколько он актуален по вашему мнению, с вашей точки зрения. Может быть, я чего-то не знаю, может быть, вы меня поправите. Напишите, поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.